Фокус настроен, тихо, идет сложнейшая операция на щитовидной железе. Подобные удаления злокачественной опухоли требуют от хирурга ювелирной точности. Выполнить его без высокочувствительного микроскопа было бы просто невозможно. Пришлось бы отправлять пациента в Москву или Санкт-Петербург. Но теперь такие манипуляции проводят и в Самарском онкодиспансере. Отделение опухолей головы и шеи дооснастили микроскопом с оптической системой новейшего поколения. Это очень хорошая новость. С помощью данного оборудования мы можем получать прецизионное изображение операционного поля, тем самым выполнить хирургический резекционный этап с минимальными негативными хирургическими последствиями и осложнениями и восстановить орган до его первозданного состояния. Благодаря новому микроскопу можно не только с точностью удалить опухоль и повысить процент выживаемости среди переболевших онкологии, но и восстановить утраченный орган при помощи аутотрансплантации. Подобную операцию почти полгода назад перенесла Ольга Иваницкая. Осенью прошлого года обнаружила на языке маленькую язву, которая с каждым днем становилась все больше. Стоматолог отправил в онкодиспансер. Опасения подтвердились. Рак языка второй степени. Мне было предложено сделать операцию по частичному удалению языка и установке вместо удаленной части импланта. Конечно, перед операцией всегда есть какие-то опасения. Но после операции, когда я уже пришла в себя и на следующий день уже могла подниматься, ходить, конечно, мои опасения уже разбились. Как признается Ольга, жизнь после операции возвращается в привычное русло. Восстанавливаются вкусы, речь корректирует логопед, появилась возможность вернуться на работу. В регионе особое внимание уделяется развитию качества диагностики, лечения и реабилитации онкобольных. С начала реализации нацпроекта здравоохранения арсенал Самарского онкодиспансера пополнили 119 единиц оборудования. В этом году ожидают поступления еще 40. Это то дополнительное оборудование, которое позволит максимально приблизить высокотехнологичную медицинскую помощь в регионе. На самом деле мы можем гордиться нашей медициной, потому что мы пополняем свыше 1200 высокотехнологичных оперативных вмешательств в регионе ежегодно. Региональный проект борьбы с онкологическими заболеваниями дает свои плоды, отмечают самарские специалисты. Продолжительность жизни после операций и лечения увеличилась на 6-8%. Одногодичная летальность сократилась с 23% до 19%. Благодаря высокому уровню технологий, соответствующих европейским нормам, многие жители Москвы, Тюмени, регионов Приволжского федерального округа, а также граждане стран СНГ предпочитают приезжать за медицинской помощи в Самару. Гульфия Сафина, Николай Епифанов. События.